Выдавая разрешение на митинг правозащитникам в Алматы, Акимат ограничил количество участников до 500 человек. Сами разрешения и ограничения противоречат 32-й статье Конституции и ограничивают свободу перемещения граждан. Активистам из других городов получить разрешение невозможно. Жители Петропавловска получили 17 отказов на все свои заявления на митинг. На разрешенный митинг в Алматы каждый может выйти и без страха требовать политических перемен в Казахстане. Все политические требования сводятся к единственному лозунгу «Шалкет». Каждый уверенно скажет, что Назарбаев и его приближенные должны покинуть свои посты. Только в этом случае голос народа будет услышан, и мы сможем рассчитывать на поддержку мировых лидеров. В Новом Казахстане без Назарбаева будут проведены всеобщие прямые выборы. Избранные народом депутаты будут назначать премьер-министра и правительство. Народ способен управлять страной, и ему для этого не нужен президент. Построить парламентскую республику, которая управляет народ, можно только при активной работе гражданского общества. Для смены режима нужна активность каждого из вас на площадях. Что делает режим? Цель режима – запугать общество. И, конечно же, как в любом обществе, всегда есть активные граждане, которые не говорят себе, что я не могу протестовать против этого режима. Они не говорят себе, что мы боимся, у нас есть работа, у меня семья, у меня кредиты. Они действуют так, как, например, сейчас сотни тысяч граждан Белоруссии выходят, несмотря ни на что. Разве у них нет кредитов? Разве им не страшно? Разве у них не будет проблем силовиками? Нет, они идут и выходят сотнями тысяч. Прямо сейчас по всему миру народы протестуют против проворовавшейся власти и требуют политических перемен. Истек срок народного ультиматума для режима Лукашенко. По всей Беларуси бастуют работники предприятий. На протестах в Минске собралось более ста тысяч митингующих. Силовики ответили светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Лукашенко не воспользовался шансом урегулировать конфликт дипломатично. Эти лозунги звучат за 9 тысяч километров от Минска. В Хабаровске поддержали мирный протест белорусов. Здесь люди 16-ю неделю подряд выходят с требованиями освободить избранного народом губернатора края Сергея Фургала. Протест продолжается с июля. И через 4 месяца несколько тысяч человек встретили на центральной улице первый снег. Вот колонна вышла, несмотря... Я предполагал, что из-за того, что выпал снег, вот такие жижи здесь всякие, народ не пойдет. А народ вышел. Чтобы не допустить подобных митингов в Казахстане, режим Назарбаева всячески препятствует проведению хоть сколько-нибудь массовых мероприятий. Для ограничения прав граждан Акиматы используют незаконные постановления санитарных врачей. В Астане снова ограничивают работу бизнеса и общественного транспорта в выходные дни. Народы демократических государств не допустят нарушения своих прав. В Неаполе митинги против жестких карантинных ограничений переросли в столкновения с полицией. Даже в такой сложной эпидемиологической ситуации, как в Италии, граждане помнят о важности своих прав. В то же время в Барселоне медработники потребовали улучшения условий труда во время пандемии. Митинги с подобными требованиями провели медработники во Франции и в Америке. В Казахстане люди в белых халатах также не получают поддержки государства. Менее 20% медработников получили обещанные Токаевым выплаты. Правительство лжецов и преступников заслуживает только отставки. В Таиланде продолжаются антиправительственные протесты. Десятки тысяч протестующих в Бангкоке требуют реформирования монархии и ослабления военной диктатуры в стране. В Венгрии митингом отпраздновали годовщину восстания против коммунистов в 1956 году. Тогда это стало отправной точкой разрушения советской диктатуры. А сегодня тысячи жителей Будапешта вышли на акцию протеста против премьер-министра Виктора Орбана. Митинг 31 октября в Казахстане может стать рычагом политических перемен в стране. Воля народа выражается на площадях. Поэтому собираемся в субботу возле памятника Шокану Уалиханову. Когда мы выйдем вместе, то наши требования заставят Акарду дрожать. Продолжение следует... Продолжение следует...